Всем привет, всем доброе утро. Ветер на улице. Ну, конечно, тепло, жарко. Я не знаю, что-то я температуру не посмотрела. Часы я еще не одела. Ой, птички полетели. Но у нас еще 7 утра нет. Володя, как ни странно, сегодня встал, аж позже меня. Нет, он встал раньше меня, но я проснулась раньше ему вот так. Собрался? Доброе утро. Девочки спросили, Володя, ты все свои аксессуары с собой взял? Какие? Ну вот цепь твоя красивая. Забрай ее в футболочку. Нет. Не будешь? Так, ладно, давай, пойдем. Ходи, как тебе хочется. Мы пошли на завтрак. А то Володя уже нервничает. Хотя я опять вперед собралась. Да, Володя? Что, нет? Да, да. Пойдем, уже разговоры скажем, Дёре, смешные. Ну, уже всю колбасу съели, надо быстрее бежать, а то вдруг нам не достанется. Да. Ну, у нас время полвосьмого, у вас полдебятого. Ну, по Германии. Да, забройте уже, что ли. Пока будет Володя ждать лифт, я вам покажу. Это, конечно, с турецкими люстрами не сравнить, но все равно симпатично. Очень даже. Все уже? Смотрите, как быстро здесь лифт приезжает. Темно немножко, да? Завтрак. Охлаждающие напиточки. Так, это что у нас такое интересное? Ну, мед, понятно. А вот это что такое? А там где-то, наверное, написано. А, это инжир сухой, сушеный. Вот я попробую. Здесь келк всякий разный, хлеб. Масса, колбаса. Ну, пахнет вкусно. Так, зелень. Здесь со сладкой. Кексики. Сыры. Не, отлично. Еда вкусная, очень вкусная. Здесь запеченные овощи. О, картошка. Володя любит картошку. Пончики какие-то. Сосиски, колбаски, помидорки. Наверное, какие-то маринованные. О, смотрите, какая красивая выпечка. Прям аппетитная. Рогалики. Омлет. Яйцо в хлебе, как у меня Сабрина любит. Омлет с колбаской. Ну, и там яичницу жарят. А там он еще блинчики для оладушки что-то жарит. А, блинчики жарят. Цим, сахар, какао. Наверное, посыпать блинчики. Здесь анутелла и блинчики. Я себе возьму блинчики. Видите, там жарят. Вкусно? Очень. Очень? Улыбнитесь. Почаще. Я сейчас подавлюсь. Не надо давиться. У тебя тут реанимировать некому будет. Я знаю. Мы две больницы проезжали. Ты их заметил? Ты правда вначале смотрел на все больницы, наверное, да? Там больницы не надо. Большие эти, в госпиталь. В общем, девочки, я взяла себе сыр. Я булочку взяла, но она что-то какая-то твердоватая, да? У тебя мягкая? Нормальная? Они такие всегда. Мы еще не завтракали, они такие всегда. Я взяла себе вот эту с сушеную файгой хочу попробовать. Кусочек масла, сыр, блинчик. Но это Володин рацион. И свежий, слуга-вузатый сок. Апельсиновый. Вкусный, наверное. Всем приятного аппетита. Ты сейчас видела, как нам прошло? В апрелях. Хочешь? Платье такое? А если я скажу, хочу? Я вообще-то про сок имела в виду. Что, чтобы я встал и пошел? Куда? За соком. Нет. А, значит, соком. Вернусь к этому соку. Теперь каждое утро будешь вставать 4 часа, втазить. Не забудь лед туда 2-5 часа. Так мы же холодильник купили без льда. А ты на заправке купишь, не сок? На заправке купишь, не сок? Хорошо. И вместо мяса у тебя будет лед с соком. Да. Каждое утро апельсиновый сок ты столько не зарабатываешь. Придется еще подработать. Опять. Облом? Облом? Сока не будет. Мы после завтрака. Ветер. Ветер. Сегодня, мне кажется, сильнее ветер, чем вчера. Пошли на море посмотреть. А потом, конечно, по-любому купаться пойдем. А если сильнее, конечно, будет холодно, то на море, наверное, вряд ли пойдем. Может, не пойдем. Ой, какой ветер. Да? Ветер какой. И что? Прекрасно. Красивая, но неспокойная. И ветер такой. Правда, я думаю, что здесь ветер все... Да, почему в Турции ветра не было? Мне кажется, в Турции не было ветра. Володя все пытается сделать побег. Да, Володь? Ты пытаешься сделать побег? У тебя какие-то машины стоят. Ух ты, какие-то машины стоят. Ух ты, ух ты. И дерьмо вы не увидели в городе, да? Я же надо речи потеряла. Нет. Как тебе было впечатление, когда нас вчера везли на этом трансфере? Нормально. Нормально? Нет, но он еще более-менее... Нет, а как он обгонял? Они все такие что-то хочут. В Турции что-то будут? Нет, ну все... Нет, в Турции я в Турцию вообще не... Там тоже ездят, как хотят. Но здесь тоже. До самой машины доехал, да? Вот прям и начинает ее обгонять. И причем скорость не убавляет. Ехала женщина вот на вот этом... Ну, типа мотороллера, да? Впереди ребенок сидел лицом к ней. Сзади ребенок сидел, ну, спиной к нам получается. Ну, как положено. И она едет посреди дороги. А едет еще медленно. И ее еще что-то так пошатывает. Я думаю, блин, женщина, ну ты хоть немножко к бортику сверни, ну, к краю дороги. Опасно же. Ее ж машиной обгоняют. У детей ноги вот так торчат. Я не знаю. Страшно, конечно. Так, ну что, посмотрим. Вот таксист еще приехал. Еще кого-то привезли. Так, ну, сейчас посмотрим здесь территорию. Смотрите, какие цветочки. Интересные. Как на флоксы похоже, да? Между прочим. Но как-то флоксами их не назовешь. Но похоже. Так, пойдемте еще куда-нибудь сходим. Посмотрим что-нибудь. Что вот это за украшение, я не знаю. Просто, наверное, для красоты. Ну, здесь, конечно, не столько зелени, как в Турции. Но здесь, наверное, очень тяжело при такой жаре. Но я скажу, сколько. Сейчас я гляну температуру. А, 8 часов утра. Ой, не видно так, наверное. 8 часов. 8,16. 30 градусов. И здесь, знаете, что вот интересно. Нет еще. Воздух, он такой липкий. Вот даже вот руки. Особенно вот мы вчера с Володей сидели. Уже поздно было. Ну, вернее, не то, что было поздно, было темно. И мы сидели. Там есть такое место. Я вам покажу потом. Там вот эти вот стулья как барные. Как барные стулья высокие. И ты... А что, это другой отель рядом стоит? Похоже, да? Или... Ну, ладно, не важно. И там... В общем, мы там сидели, смотрели на море. И там... Кафе там написано. А, кафе. И... Прям... Такой... Короче, воздух как будто бы липкий. Я понимаю, что здесь влажность повышенная. Но и сам он прям... Ну, вот я не знаю прям, как описать это чувство. Чувство, какие-то ощущения. Но это даже не влажно. Он какой-то влажно-липкий, влажный. А, кстати, купальники наши, ну, Володя, накладки и мой купальник, между прочим, высохли. А в Турции обычно не высыхало. Поэтому приходилось... Ну, я поэтому много купальников с собой взяла. Ну, немного, наверное, штуки три. Потому что они не высыхали. А здесь высохло. Значит, здесь влажность ниже, чем в Турции. Но вода в Турции теплеет намного. В море я имею в виду. Володя мне сказал, будь здесь никуда не уходи. Только вот здесь поснимай. Он пошел, ему надо в номер. Деньги хочет взять. Оливки. Пальмы. Красивые. Хотела вам снять финиковые пальмы. Вон, видите, вдалеке. Но там как раз солнце с той стороны и некрасиво снимается. Я вам потом сниму. Может быть, где-нибудь против солнца будут эти пальмы. Я вам потом покажу. Вон, все ходят, поливают, убирают. Ну, это вот территория отеля. Ну, с наружной стороны. Ну, чтобы сюда заехать, нужно пройти такой таможенный контроль. У нас вчера прямо в такси. Прям очень долго они там что-то разбирали. Что-то друг у друга спрашивали. Я, конечно, не знаю, что они спрашивали. Смотрите, девочки. Вот это что? Вот это что ли? Тоже финики? Мне прям очень интересно. Ну, да, это, наверное, финики. Прикольно. В Турции мы гранаты рассматривали. Здесь финики будем рассматривать. Но мне вот это очень интересно. Смотрите, на каких длинных ветках висит урожай. Урожайный. Смотрите, прям в песке растут. Я просто, знаете, что хотела? Вы еще с ней смотрите. Еще что-то. Может, это тоже какая-то разновидность фиников? Интересно, пробовать можно или нет? Лучше нет. Агара. Володя говорит, шикарный отель. Ну, скажи на камеру, что она шикарный отель. Нет, отель шикарный. Еда отлично. Красиво. Территория прям очень красивая. Вот сейчас мы, когда выйдем с территории отеля, я вам тоже поснимаю. Это прям дверь. Почему мне сказали? Ну, я даже не верблюдов. Никого не снимаю. Я никого не снимаю. Я буду снимать дома, улицы. Но это если выйти за территорию отеля. А здесь все прекрасно и шикарно. Очень ухоженная территория. Молодцы. Я говорю, при такой погоде так все красиво сделано. Все ухожено. Травка подстриженная. Я вот не пойму, Майя. Но это уже пропало. Такое впечатление, что это высохло. Это финики, наверное, или что? Блин, мне интересно. Я потом погуглю сама. У меня уже просто сейчас интернета нет. Ой, обалденно. Вон там прям такие плети красивые. Надо будет потом тоже фотографии сделать. Вот здесь нас вчера очень прям долго пропускали. Мы вышли за территорию отеля. А, он же. Такси, пожалуйста, бери. Не хочу. Но мы пешком пробежимся, да? Да. Какая шикарная травка. У нас какое-то есть такое растение похожее, да? Володь, да что ты, а? Боже мой, вот каждый отпуск приходится нервничать из-за этого товарища. Сейчас он взял лысину, сострижет и успокоится. Смотрите, какая собака. Она нас... Мы её боимся, она нас. Красивая. Ты красивая, да? Ты красивый, Кобелёк. Ну вот, немножко вам. Я не буду говорить, делайте сами свои выводы. Грязно, конечно. Но это люди сами беловатые. Могли бы сами. Чистоту наводить у себя в городе. Если бы они ввели такой закон, что вот эти вот все бутылки, там, какие-нибудь минимальные деньги бы стоили, их бы так не разбрасывали люди. Ходили бы и сдавали, как мы ходим, сдаём. И было бы намного чище. Хотя мы когда за бутылки не платили, у нас всё равно такой грязи не было. Ну что, Володя, долго мы ещё будем идти? А? Долго ещё будем идти? Нам на ту сторону, наверное, надо. Сейчас перейдём дорогу. Мы дошли до супермаркта. Массажи, хамам. О, маникюрчики. Педикюрчики. Смотрите, какой котёнок. Главное, никого не боится. Наши скоти бы сюда выпустят. Смотри, какая рыженькая. Ах, худющая. Блин, они голодные, наверное, здесь все. Ты худющая такая. Ну, такая симпатичка. Тебя из-за стула так не видно хорошо? Давай. Ну, нет у меня с собой. В следующий раз мы подумаем. И с собой что-нибудь возьмём. Моношли парикмахерскую, но она закрыта. Я говорю, конечно, время без двадцати девять. Может, она в десять открывается. Я говорю, иди вон в кафе зайди спроси. На французском ты не можешь говорить? Да. Вон, иди у этого парня спроси, во сколько они откроются. Он тебя поймёт. Жаль, что мы прям французский вообще не знаем. Вот отель прям в городе. Я не знаю, но им до моря... Не знаю я, сколько им до моря. В принципе, наверное, тоже недалеко от территории отеля. Ну, потому что море с той стороны. Мы собираемся на море купаться. Я на лицо нанесла вот такой вот крем. Посмотрим. Вчера, когда мы пошли на море, мы вообще забыли намазаться. Мы просто пошли. Такие, какие были, такие и пошли. Будут тестировать. Здесь есть ещё вот такой крытый бассейн с морской водой. На улице сейчас ветер. Прям очень ветрено. Волны. Флаг вывесили оранжевый. Но люди всё равно купаются. Мы на море пришли. Это я вам просто показать. Пойдём сейчас, наверное, просто окунёмся и будем загорать. А так вот, смотрите, здесь раздевалка есть. И бассейн прилично большой. Но все хотят на улице находиться. Никто не хочет в крытом бассейне плавать. Видите, какое море. Но я посмотрела погоду. Сегодня самоветрено. Потом ветер должен снижать свою мощность. В общем, не так ветрено должно быть. Но всё равно ветрено. Я пошла обунулась. Это вот у нас сегодня второй день. Я пошла обунулась. Волны темпе всё равно до берега просадка очень не хватает, чтобы зоня кто-то купался. А сильно далеко тут обунулась забывать. Там, конечно, не такие волны. Но всё равно так страшно. Мне в кепке удобнее, чем в Саблинкиной шляпе. Потому что она хорошо сидит на голове. И лицо тоже закрывает немножко. Волок паяться. Ему нравится на волны пробиться. И я тоже мог пройти, чтобы медтаться, наверное. Но меня, короче, эти волны на берегу. Всё. Теперь буду загорать. Я сейчас пришла с морем. Девочки, у меня здесь волос какой-то весь волнистый. Ну, наверное, потому что я его постоянно так закручиваю. Волос как солома. Кстати, почему я ушла? Потому что я уже подразумеваю, что я уже поджарилась. А лицо, кстати, нормальное. Где у меня этот флакончик? Где у меня эта штучка, которой я умазала лицо? Вот это. Ну, буду дальше наблюдать. Мне, знаете, самое главное, чтобы лицо ещё сильно не сгорело. А то, когда лицо сгорит, так вообще страшно. Так, я сейчас пойду в душ. Кстати, я не знаю, кто-нибудь догадался, что я не купила? Что, вернее, что я не купила, что я забыла с собой взять. И это шампун. И кондиционер. Я просто-напросто забыла. Я не знаю, как у меня это получилось. Ну, ладно, забыла, забыла. Володя, конечно, тоже повозмущался. Типа того, что собиралась 4 дня, забыла свою шампунь. Я говорю, ну что, ну подумаешь, забыла. Купили. Знаете, сколько стоит? Вот это одна, 9 евро. И вот это, 9 евро. Вот так вот на ошибках учатся. Ну, я правда не могу без шампуня. То, что здесь предлагаю, но это так просто там тело намылить, а волосы-то не промоются. Тем более еще после моря. Блин, хотела взять свою шампунь новенькую. И забыла, и забыла. Ладно, всё, я сейчас сниму всю. Вот это молочко, лицо сейчас всё помою. У меня лицо вот тут всё в песке. Сейчас в зеркало посмотрю. Кстати, я вчера не мазалась. Я же сказала, да, мы пришли. Блин, некрасиво так этот туалет, дверей нет. Чё попало? Мы же вчера на море, когда пошли, ничем не мазались. У меня высыпали веснушки. Не, ну, представляете? Вот тут. Короче, высыпали веснушки у меня. Ну, ладно. Всё, сейчас я сниму косметику. Ну, не косметику, а это молочко, которое мазало лицо. Кстати, тушь зато, тушь хорошая. Тушь под глазами не чёрным, не сыпется и смывается очень хорошо. Вот этим вот средством очень хорошо. Это масло очень хорошо стирает и не оставляет никаких следов панда. И даже я в море купалась. С утра, кстати, я купалась в бассейне, а сейчас в море. Ну, волны, знаете, какой эффект? Тебя волна сюда прибивает к берегу, а ноги тащат обратно в море. Вот такие волны. Поэтому я вышла. Володя там ещё буртыхается. Ну, сегодня прям сильный ветер. Я уже, как сказала, я посмотрела, ветер идёт так немножко вниз. Думаю, ну, хорошо. Хоть нормально можно будет в море покупаться. А то... Ну, сегодня прям правда ветрено. Ладно, пошла я в душ. Мы собрались на ужин. Володя сейчас подойдёт. А я хочу ещё пару фотографий Сабрине сделать. Она попросила. Смотрите. Сейчас эта люстра Светится. Ну, горит, то есть. Не светится, а горит. Красиво. Ну, здесь всё в таком, знаете, Солома. Здесь Соломой как-то всё украшено. Зеркала В номерах, я думаю, В номерах, я думаю, вы заметили. На 7 часов вечера. Смотрите, какое море. Уже темнеет. И ветер, сильный ветер Не прекращается. Кстати, я посмотрела. Ночью ветра практически нет. Смотрите, какое море. Волнуется. Ну, я так люблю, как говорится. Штормует. Шторм. Кстати, вот там вот Я знаю, Не знаю, ветра будет, нет. Вот там вот шуфы Наверное, Дальше Мы так просто Надо посмотреть, Дядя. Люди очень купаются. Вот всё, смотрите. Ещё в море Очень много людей. Нет, я сегодня второй раз Уже в море не рискнула зайти, Потому что я уже Вообще все поджарилась. Сейчас мы скоро Пойдём уже на утро. Вот ещё один раунд Для отдыха. Бар Посмотрите, даже рояль стоит Я его даже не заметила, Когда сюда зашла Интересно, на нём Кто-нибудь играется здесь Иногда? Наверное? Или он здесь просто Ради декорации стоит? Ну, не, наверное, играет. Но вообще-то стоит так, Как будто бы на нём Никто не играет. Да, девочки, это фитники. Я посмотрела В гугль. Но их, походу, не все собирают. Потому что, где я вам показывала До этого Ну, с утра Они были все уже Прям высохшие Может быть, это не те сорта, Которые собирают Не знаю Смотрите, кустарники цветут Главный вход В нашу гостиницу Я вам всегда по традиции Сладкий стол Ой, сегодня нет Того десерта, Который мне вчера понравился Вот это очень интересно Мы уже поужинали Сейчас будем просто отдыхать Не, вот сядем где-нибудь на берегу И будем дышать морским воздухом Ветер уже не прошёл Всё ещё штормит И ладно, мы, короче, Сегодня мы с вами прощаемся Всего-то пока-пока И до завтра